В Стамбуле между Турцией и Россией, Украиной и Организацией Объединенных Наций подписано соглашение о зерновом коридоре. Документ со стороны Турции подписал министр национальной обороны Халуси Акар, со стороны России министр обороны Сергей Шойгу, со стороны ООН генсек Антонио Гутереш. Затем соглашение подписали Турция, Украина и Организации Объединенных Наций. С украинской стороны документ был подписан министром инфраструктуры страны Александром Кубраковым. Подписав сегодня соглашение о перевозке зерна, мы сможем предотвратить угрозу возникновения голода и рост цен от Африки до Ближнего Востока, от Америки до Азии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайпер Дуган, выступая на церемонии подписания соглашения. Турецкий лидер добавил, что война оказывает влияние на весь мир и необходимо положить конец страданиям невинных людей. Он также отметил, что зерновой коридор начнет функционировать в ближайшие дни. В свою очередь Генсек ООН Антонио Гутеррич заявил, что срок действия соглашения о перевозке зерна составляет 3 месяца, но при необходимости его можно продлить. Продолжение следует...